Здравствуйте! На ЕТВ программа «Гости Екатеринбурга». Гостем нашего города стал известный артист Максим Матвеев. Вместе с театром Олега Табакова он привез в Екатеринбург одну из главных премьер минувшего театрального сезона – спектакль «Киностон». Мы поговорили с Максимом о его роли и о работе в благотворительном фонде «Доктор Клоун». Спектакль «Киностон», который вы привезли в Екатеринбург, рассказывает о реальной личности из 17 века, о знаменитом британском актере, который играл одновременные женские и мужские роли. Скажите, для вас в этой роли, в этой постановке, главное что для вас, о чем этот спектакль? Я бы не сказал, что это спектакль о моменте. Этот спектакль охватывает очень большой жизненный период. И как из страды целиком, которая проходит какие-то перипетии законодательные или исторические. И, естественно, эти перипетии так или иначе касаются жителей этой страны, ну, в частности, представителей творческой профессии, о которой идет речь в нашем спектакле. И герой, конечно, проходит очень большую трансформацию, трансформацию своего миропонимания, трансформацию понимания, что значит профессия, что значит любовь к жизни, и вообще, что значит возможность быть самим собой. Насколько это позволительно в тех или иных временных рамках или обстоятельствах. Это очень сложная, на мой взгляд, перипетия, в которую он попадает. И, собственно, мы имеем возможность наблюдать, как он с этим справляется. Поэтому мне кажется, что то, как человек, безносительно его там гендерной предрасположенности, то, как человек справляется с очень жесткими обстоятельствами, и как он через них проходит, естественно, и с большим юмором, на мой взгляд. Он очень самоироничный парень. И поэтому он и будет интересен и зрителю, и он интересен, слава Богу, имеем возможность это наблюдать, он хорошо принимается. И он и будет, как сказать, он и есть, и будет интересен за тем, чтобы следить, как человек может с этим справиться. И он задает очень важные вопросы. Очень важные вопросы о том, насколько в этом мире позволено быть самим собой. А мне кажется, да, это в любых, наверное, исторических рамках очень важный вопрос. Ну, на самом деле, вот об этом спектакле. И об этом в том числе. И об этом, и о том, как зыбка любовь зрителя, например, о том, как зыбка любовь отдельно взятого человека, и что может повлиять на перемену в положительную или в отрицательную сторону, о том, с чем человеку придется сражаться внутри самого себя, попадая в те или иные достаточно жесткие обстоятельства. Скажите, вам впервые довелось играть женские роли на сцене? И как вы готовились к этой работе? Как вы входили в образ? Ну, для меня это первый опыт. Первый опыт примерки на себя женского образа, скажем так. Сложности были. Это, как сказать, работа все равно строится циклично, этапно. И были какие-то моменты кризиса, когда ты не понимаешь, правильно ты это делаешь или нет. Были и моменты нахождения именно того самого, что казалось, и сейчас в спектакле подтверждается, есть именно то самое необходимое для этого образа, те черты. Очень любопытно было прививать, если можно так выразиться, к себе вот эту пластику. Они же, я имею в виду тех актеров того поколения, обладали какой-то своей системой, когда мужчины исполняли женские роли. Системой, которая сейчас забыта, а там были несколько вариантов женского отчаяния, например. То есть это была, по сути, такая схема, которую надо было выучить, как-то привить ее себе, присвоить. Сейчас мы не обладаем этими знаниями, ее приходилось придумывать. Я наблюдал за актрисами, большей частью, и в кино, и, ну, как пример, фильм «Восемь женщин» прекрасный, где есть только одни женщины, и у тебя есть возможность скопировать и манеру поведения, и то, как они даже просто технически обращаются с платьем, как они выражают свое отчаяние в те или иные мгновения. Записывал себя на видео, копировал их, как-то пытался это, ну, сделать это непосредственным для себя. Это было очень интересно, это было любопытно. Вот, пожалуй, это был такой... Ну, и потом, это, знаете, такая амбициозная штука для актера. Во-первых, ты, по сути, сначала играешь Дездемону, потом актера, исполняющего женские роли, которые происходят, проходят какие-то жизненные трансформации, а потом еще отелло в финале. Ну, по-моему, такой достаточно амбициозный проект и такая амбициозная цель для любого, мне кажется, исполнителя. Это очень интересно. Помимо гастролей с театром Олега Табакова, за время в Екатеринбурге вы успели еще и сыграть благотворительный спектакль для маленьких пациентов из детской, областной детской клинической больницы. Расскажите, почему для вас это важно? Почему вы основали этот фонд, доктор Клоун? Почему считаете эту работу действительно важной? Во-первых, почему, мне кажется, стоит этим заниматься, так или иначе? Нужно вспомнить каждому из нас вот те моменты, когда мы попадали в больницу, к сожалению, в детстве именно. Когда ты из привычного мира, из привычного окружения попадаешь в обстоятельства, которые для тебя чужды, и более того, в обстоятельства, которые вторгаются какие-то люди непонятные тебе, делают с тобой какие-то манипуляции. Все это вызывает как бы достаточно тяжелое стрессовое состояние, которое называется по психологическим меркам госпитализм. Вот. И если почитать определенную литературу, то можно понять, что, помогая детям преодолевать это состояние, мы можем ускорить процесс самого выздоровления, потому что очень многое связано с верой в счастливый финал. Потому что если мы верим, если мы убеждены в том, что все будет хорошо и все кончится благополучно, у нас, к сожалению, нет этой доказательной базы, она есть за рубежом. Действительно, процесс выздоровления ускоряется, улучшаются показатели анализов, и сама вера делает чудеса, действительно. И, собственно, это и самая главная наша мотивация, почему мы этим занимаемся. Ну, а потом, если есть возможность сунуться в общий вагон с декорациями Театра Табакова, со своими маленькими декорациями нашего спектакля, то почему бы эту возможность не изыскать и не подарить детям из больницы, нуждающимся в какой-то смене впечатлений, нуждающимся в какой-то потребности в нормальной жизни, почему бы не подарить им вот эту возможность забыть об болезни хотя бы на мгновение. Тем более спектакль еще, плюс ко всему, несмотря на то, что он называется «Снежная королева», и, да, вроде, казалось бы, такой расхожий материал, на самом деле там есть очень важный, на мой взгляд, месседж, говоря современным языком. Там ребенок попадает в, я имею в виду и Каи и Герду, попадает в невероятно сложные жизненные обстоятельства, но на вот этом пути преодоления их им встречаются люди или существа, или животные даже, которые им помогают. Ну, то есть, месседж простой, в любой, даже в самой сложной жизненной ситуации найдется кто-то, кто тебе поможет. То есть, на мой взгляд, очень такой жизнеутверждающий спектакль, жизнеутверждающая идея. И поэтому, мне кажется, есть идея, естественно, стоит делиться. Наверняка очень непросто играть спектакль в больнице, играть спектакль перед такой аудиторией, перед маленькими пациентами с самыми разными диагнозами, иногда с очень сложными и страшными диагнозами. Расскажите, как готовитесь к этому, как защищаете себя от эмоционального выгорания? У нас происходит определенного рода работа именно с подобными состояниями. Во-первых, еще на этапе отбора потенциальных наших докторов-плоунов в наш фонд, чтобы они были психологически устойчивы к подобным вещам. Конечно, в больнице приходится сталкиваться с разными обстоятельствами, видеть разное, но, во-первых, с нами работает психолог, психолог, который занимается именно волонтерством и детской психологией, которая помогает в подобные состояния, если они возникают, преодолевать. Или наши ребята берут отпуск иногда на то, чтобы помочь самим себе справиться с подобными стрессовыми ситуациями. Но у нас все ребята достаточно психологически сильные. И потом там самое главное, мне кажется, понимать, что эти дети, которые приходят и на наш спектакль, с которыми мы работаем в отделениях, они обычные дети, которые также хотят радоваться жизни. И на самом деле все, что их окружает в данный момент, это просто те обстоятельства, с которыми мы в том числе помогаем им справляться. Спасибо большое. Это был Максим Матвеев, артист театра и кино, актер театра Табакова и основатель благотворительного фонда «Доктор Клоун». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин